Какой рукой взять игрушку? Правой? Левой? В первые годы жизни ребенок не отдает предпочтения ни той, ни другой. Пройдет немного времени и действует почему-то уже удобнее какой-то одной рукой, чаще всего правой. Мы, взрослые, обычно не замечаем этого перехода. А между тем это сигнал о сложном процессе, происходящем в мозгу человека. Все, что на тернистом пути эволюции мы приобрели человеческого, способность познавать, мыслить и творить, результат особого устройства нашего мозга. Среди загадок Вселенной нет, пожалуй, более волнующей воображения. Что мы знаем о мозге? Известно, как он устроен, какие его отделы управляют жизненно важными процессами. И все же вопросов пока больше, чем ответов. Два симметричных полушария. Что это? Распределение поровну общей работы? Бесспорно, и это тоже. Но нет ли у каждого из полушарий своих, особых задач, более высокого назначения? До недавнего времени это оставалось загадкой. Говорит сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова, кандидат биологических наук Татьяна Владимировна Черниговская. Сложность изучения функций левого и правого полушария заключается в том, что в нормальных условиях полушария мозга, естественно, взаимодействуют одновременно, парно и влияют друг на друга. Но при некоторых заболеваниях и травмах мозга это взаимодействие нарушается. У человека происходит временное торможение деятельности до другого полушария. Мы проводим исследования таких людей, нейрофизиологическое и психологическое. И вот такая методика дает нам возможность увидеть как бы правополушарное и левополушарное поведение одного и того же человека. В нашем фильме мы моделируем одно из таких психологических исследований. Евгений Семенович, сейчас я вам прочту небольшой рассказ. Вы его внимательно послушайте, запомните и постарайтесь пересказать. Шли по лесу два товарища и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать ему было нечего, он упал на землю и притворил... Как ведет себя человек, у которого активно работает лишь правое полушарие? Делать его товарищи и убегают. Его товарищи... С дерева... С леса... Так. И спрашивает... Что у тебя... Что он тебе... Говорил... Медведь. Так, хорошо. Он сказал, что... Ну, я... Ну, что... Медведь сказал... Плохой тот товарищ, который... Бросает друга в беде. Так, очень хорошо. Хорошо. Спасибо. Правое полушарие достаточно ясно представляет событие, но как тяжело ему подбирать слова, строить фразы. А если предложить не словесные образы, например, музыкальные? Вам знакома эта мелодия, ведь так? Ну, конечно. Знаю. Хорошо знаю его это. Слов не припомните? Слова? Да. Да. Нет. А как справляется с этими задачами левое полушарие? Шли по лесу двое приятелей, вот и вдруг навстречу им идет медведь. Один испугался, закрещал и полез на дерево, где до него медведь мог... Ну, он стоялся им навстречу, шел медведь, он тот испугался, на дерево полез, и второй же упал и притворился, что он пьян, мертвый. Значит, медведь подошел к этому, к этой обезьяне, и стал понюхать ее. Значит, когда медведь ушел, приятель слез с дерева и спрашивает, что тебе сказал медведь, когда он проходил мимо, он сказал, что нехорошо друга бросать в беде. Так. Скажите, пожалуйста, вы какую-то обезьяну упомянули, там были разве обезьяны в этом рассказе? Это медведи были. Вообще-то были собаки, на них напали медведи. Да? Угу. Ну, хорошо, спасибо. У левого полушария слов много. Его даже можно упрекнуть в болтливости. А ясного представления о ходе событий нет. Нет, не знаю. Это русская народная песня. А, народная. Из-за острова настрежен на простор крутой волны выплывают расписные стень кирази на челны. Славное море, священный Байкал, славный Байкал, амулевая бочка, эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцы пликуют медалечко. Ну, хорошо, а напеть вы можете эту песню? Напеть? Нет, не могу. Многочисленные и разнообразные исследования работы полушарий показали, у каждого из них свои возможности и своя ограниченность. Правое обычно отвечает за конкретно образное мышление. Левое – это база теоретического, абстрактного мышления. Правым полушарием мы воспринимаем мир в его конкретном богатстве и разнообразии. Левым – описываем его словами и символами. Эта специализация получила название межполушарной асимметрии. Формируется она в первые 5-6 лет жизни. Асимметрии два вида мышления почему он не может обойтись каким-нибудь одним давайте попробуем взглянуть на мир каждым из полушарий в отдельности сначала левом у меня к вам будет еще одна просьба нарисуйте пожалуйста несколько простых предметов ну дом или стол например я плохо рисую ну ничего как умеете вот бумага вам карандаши левое полушарие видит предмет только как схему чертеж детали например руки просто не замечаются правые полушарии представляет конкретный объект виден и где-то стол запомнившийся дом определенного человека детали те же руки кажутся иногда важнее чем целое каждый из наших полушарий видит мир неполно однобоко но ведь в действительности мы воспринимаем мир как единое целое как же это происходит до чего они разные непохожие друг на друг и все же мы знаем это собаки одно из полушарий одно из полушарий это это уже похоже вот она но определить что это именно собака может только другое полушарий оно по характерным признакам выстраивает обобщенную схему объекта и находит в своей памяти соответствующие понятия только совместная согласованная работа обоих аппаратов мышления позволяет человеку воспринимать и осознавать мир во всей его полноте у колыбели любой человеческой мысли всегда стоят две повивальные бабки конкретные образы одного полушария и абстракции другого в детстве человечества не знало резкого разделения видов мышления не знает его и ребенок но чем дальше движется человек по дороге познания тем больше специализируются его полушария осваивая мир он то сочетает способности обоих аппаратов мышления то максимально использует возможности одного из них а сами способности полушарий симметричны ли они у каждого человека жизнь отчетливо указывает на две категории людей художников и мыслителей ученые заметил еще полвека назад иван петрович павлов у одних более активно правое полушарие и значит преобладает образное мышление у других первую партию исполняет левое полушарие с его могучим абстрактным аппаратом мыслители художники и мыслители ученые искусство и наука две основные формы познания мира говорит доктор филологических наук профессор Тартусского университета Юрий Михайлович Лотман мы обнаруживаем факты поразительного параллелизма между устройством индивидуального сознания и устройством культуры как коллективного сознания оказывается для того чтобы существовал факт мысли необходимы минимально две машины которые мыслят разным способом и друг с другом обмениваются своей информацией для того чтобы существовала культура необходимы разнообразные механизмы ну например мы знаем что ни одной культуры на земле которая не имела бы словесный язык и изобразительный язык два канала объяснить это нам очень трудно было почему ведь можно по сути дела обо всем сказать словами но дело в том что наша культура не только говорит она думает она не только есть орган передачи сообщений она есть механизм выработки сообщений то же самое для человеческого общества что работа в мозговых учебнях мы можем сказать есть ученые и есть художники но при этом мы обязательно скажем в сознании ученого есть художник в сознании художника есть ученые быть и мыслителем и художником такую возможность дает нам природа все остальное зависит от нас то есть что а вы если вы что вы 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 Продолжение следует...